Вот я подключил прибор к машине. Запускаем диагностику. Что мы видим? 7 чтений, зажигание свеча, Затем протокол, ОК нажимаем. Здесь мы можем прочитать коды текущие, ошибок. Но у меня ошибок нет, мне читать по сути нечего. Я почитаю, допустим, поток данных. Что тут есть? И просмотрю все элементы. И здесь отображаются текущие показания с датчиков. Что-то на русском, что-то на английском. При желании можно перевести. Нажимаю в Keep. Можно посмотреть, как график. Допустим, температура охлаждающей жидкости. Нажимаем Escape. Ну и вот, побежал график. Сейчас 67 градусов. Сейчас зима. В принципе, нормальная температура. Нажимаем Escape. 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 Ну, информацией об автомобиле там будет отображен. Вин. Понятно. Так, хотим, уйти, да. Здесь в поиск неисправности мы можем узнать по коду под текущим году, который у вас отображается, что он означает. Так. Тут. Это вывод в графике. Повтор функций. То, что было в первом меню. Можно посмотреть еще раз. Вот, допустим, выпускной коллектор. Абсолютное значение. Давайте посмотрим, что там нам скажут. Такие. Вот, да. Килопаскалях. 34. Ну, я не эксперт. Я не знаю, что это значит. Значит, тут настройки. Я поставил язык русский. Ну, к сожалению, китайцы не до конца все перевели. Ну, потом поправил единицы измерения. Здесь выставил километры. Скорость километров в час. Паскаля. Давление. Температура. В градусах стоял фарингейт. Вот. Здесь можно посмотреть. В этом меню. В его альтаж. Состояние аккумулятора вашего. Должно быть чуть больше 14. Если меньше, то аккумулятор под замену. И больше там. В инструкции написано. Больше 14. Если приближается к 15. То что-то не так с генератором вашим. Он перезаряжает ваш аккумулятор. Вот. И aimview. Это здесь информация, я так понял, о выхлопах. Какие-то последние коды были очищены. Поэтому в инструкции можно почитать, что это значит. Ну, для меня было важно, чтобы знать, какие ошибки, что они означают. Ошибок у меня нет.